В нашей стране все больше и больше детей нуждаются в специальных учебных заведениях или по состоянию здоровья обучаются на дому. Бытует мнение, что конкурентами специальных школ стали школы с инклюзивным образованием, которые переманивают детей с особыми потребностями, лишая специальных педагогов работы. Но это не так, ведь детей, которым необходима реабилитация, очень много, а значит работы хватит школам различного типа. Наша школа вот уже три года работает по эксперименту и на практике осуществляет внедрение модели инклюзивного образования в Украине. Перед родителями детей с особыми образовательными потребностями стоит нелегкий выбор – специальная или общеобразовательная школа. Так получалось, что куда бы я ни обратилась, пошли мы в пятую школу. Не предупреждая ничего, нас раз отсеяли, потому что якобы не подается обучение ребенок. Потом мы пошли в 32-ю. Что там произошло, не знаю, но почему-то она не захотела там учиться. Ну, нам пришлось искать. И мы пошли потом в 42-ю школу. Пришло время, когда идти в старшие классы. Естественно, потребовалось, чтобы она сидела со старшеклассниками. И опять нам пришлось искать дальше. Обучаясь в инклюзивной школе, дети с особыми потребностями, возможно, и не получат достаточно высокой специальной педагогической поддержки и реабилитации. Но зато они будут лучше подготовлены к условиям реальной жизни и перестанут наблюдать за увлекательной жизнью сверстников и закон своих домов. Наша команда специалистов неустанно работает над созданием оптимальных условий для развития личности особого ребенка в атмосфере толерантности и доброжелательности. Эту девочку зовут Айше. Она открыта к общению, жизнерадостна и любит весь мир. Айше юная певица и может часами вертеться перед зеркалом с воображаемым микрофоном, исполнять песни звезд эстрады. Но это далеко не все ее таланты. Она отлично играет в настольный теннис и танцует, а еще рисует. И пусть пока не все получается, она обязательно научится. С ней работать легко иногда, иногда не очень, потому что зависит от настроения, от состояния. Она очень ребенок такой искренний, тонкий. Я бы сказала, даже она со своим каким-то внутренним миром. Школа стала для этой милой девочки вторым домом. Здесь, в атмосфере понимания и поддержки, Айше получает знания. Но нашей задачей является не улучшение ее знаний, а радость общения со сверстниками и учителями, которых она любит всем сердцем и для которых творит. Я желаю, чтобы ты была хорошая, самая простая женщина на земле. Ты была со мной, рада, как моя мама. Она училась со мной. И кроме тебя желаю тебе. Спасибо большое. А этот Давид. Он маленький художник-самородок. Он видит мир в мельчайших деталях. А его урбанистические пейзажи, выполненные даже обычной шариковой ручкой, вызывают восхищение как у одноклассников, так и у профессиональных художников. Он красиво рисует, всякие поделки интересные делает. И я хочу тоже так научиться делать. Он сосредотачивается на своей работе, полностью погружается в нее. И выполняет, у него такое образное мышление, что он выполняет эту работу, как будто погрузился в то место, которое он рисует. О его талантах люди узнали только тогда, когда ребенок стал рисовать в школе. На уроках и переменах, постепенно оттачивая новые грани своего мастерства, знакомясь подробнее с миром красок и познавая новые техники рисования. У ребенка большие возможности. Очень любит рисовать, очень контактный, но нужно терпение для того, чтобы установить с ним этот контакт. Он испытывает большую радость, когда приходит в школу и общается с детьми. Это для него очень нужно и необходимо, потому что он учится вести себя так, как нужно в обществе, как в будущем ему пригодится. Знакомство Давида со школой началось еще задолго до 1 сентября. Прогулки с мамой во дворе школы, потом по самой школе в послеобеденное время, когда здание практически пустое. И, наконец, знакомство с командой специалистов подготовили ребенка к самому важному моменту – становлению первоклассником. Наступило 1 сентября, и Давид за ручку с ассистентом учителя спокойно шел по школьному двору на линейку. Множество людей, цветов, громкая музыка и пасмурное небо могли испугать ребенка. Но наш первоклассник был спокойнее всех нас. Когда крупные капли дождя забарабанили по земле, Давид поднял свои прекрасные зеленые глаза на небо в поисках защиты и увидел над своей головой зонтик, раскрытый ассистентом учителя. Он еле заметно улыбнулся и продолжил смотреть праздничный концерт. Так состоялся первый контакт ребенка-аутиста с малознакомым миром других людей. Это, конечно, лирическое отступление, но именно в такие моменты понимаешь полное значение слова «включение» и его необходимость. Изолировать или включать, стыдиться или гордиться – наши мамы уже сделали свой выбор. И этот выбор в пользу полноценного будущего их детей. После того, как мой сын Давид начал посещать школу и класс, он стал более разговорчивый. У него повысился словарный запас. Он расширился кругозор. Он начал больше общаться с детьми. Друзей у него еще пока не появилось, но он уже рассказывает дома, как прошел день, что сказала учительница, что был день рождения у девочки, какой-то мальчика. Этого раньше у него не было. И все родители, которые встречаются мне, и которые знают, какой диагноз у моего ребенка, все интересуются, а ваш ребенок ходит в специальную школу. И все очень удивляются, когда я им говорю, что он ходит в обычную школу. И когда я пришла сюда, я именно нашла то, что искала. Ребенок находится в классе с детьми, общается, его принимают очень хорошо дети. И дружат они. В классе она нашла и друзей, и подруг себе. Преподаватели относятся к ней как к равной. И не только внимание, вот не сюсюканье никакое, нет. И с ней занимаются. Достаточно и внимания, и заботы. Ну, в общем, я не знаю. Она здесь как дома. Она нашла то, что ей надо. И об этом я мечтала. Они предоставили своим детям возможность почувствовать здоровую конкуренцию, переживать как успехи, так и неудачи, ощущать гордость одноклассников за свои достижения. А наша с вами задача заключается в том, чтобы перестать сравнивать особых детей с обычными, потому что все дети уникальны. Они не могут и не должны быть похожими друг на друга. И однажды, когда мы спросили его, Давид, почему ты не рисуешь водителя? Ведь машина без него не сможет двигаться. Он очень удивился, но потом не без наших подсказок все же нарисовал водителя. И мы были поражены той разницей, насколько четко он изобразил транспортное средство и насколько примитивно человека. Все дело в том, что в мире Давида не существует людей. Он впускает в него только самых близких, а остальные просто ему неинтересны. Дружба и живое общение с людьми – вот что нужно Давиду и многим другим детям. Совместные ценировки, праздники, экскурсии и просто школьные дни постепенно помогут стать самостоятельными и уверенные в себе. Мы должны перестать жалеть и начать принимать их такими, какие они есть – маленькими принцами и добрыми феями, со своими причудами и талантами. Продолжение следует...